Знаете, есть какая-то особая мудрость, вот Божья мудрость в том, как устроен наш с вами календарь, ну что все-таки раз в неделю, один раз в неделю нам нужно посещать Дом Молитвы. Знаете, почему? Потому что, ну вот, я думаю, согласитесь, мы с вами привыкаем, привыкаем, и вдруг нам начинает казаться, что вот там в мире, вот, без церкви, хорошо. Хорошо. И вот, чтобы отвыкнуть, да, мы с вами вновь посещаем Дом Молитвы, и мы с вами слышим пение, мы с вами слышим проповеди, друзья, и вновь мы понимаем, да, что вот небо – это отражение Божьей любви. И вдруг нам с вами вот вновь хочется спеть о крыльях, да, друзья, и хочется помолиться Богу вот об этих крыльях, которые бы подняли нас с вами вот от этого мира, и вот поднесли бы туда Господу, где есть Христос, да, чтобы вот нашей головой, нашей головой быть у груди нашего Господа, нашего Спасителя. Поэтому это большое-большое благословение. Но еще раз собраться вместе для богослужения, для нашего совместного богослужения. Ну, друзья, я прочитаю библейский текст и предложу несколько мыслей к этому библейскому тексту. Книга Откровения, 3 глава, вот, 7 стиха. Книга Откровения, 3 глава, 7 стиха. И ангелу Филадельфийской церкви напишет, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. «Се, гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам». Ну вот у меня такое желание, братья и сестры, вместе с вами посмотреть на эти семь церквей из книги Откровения. И вот в таком смысле, ну, чтобы попытаться послушать вот это вот послание от Господа вот слухом тех людей, которые жили в этих городах. Ну вот сегодня в нашем внимании будет церковь города Филадельфия. А это уже шестое послание из книги Откровений, вот из семи посланий апостола Иоанна. И вот в нем, знаете, вот есть особенности, своего рода особенности. Вот я упомяну две из этих особенностей. Вот первая особенность заключается в том, что есть исключение из правила, которое проходит через остальные пять предыдущих посланий. Вот правило следующее. Вот когда возвышенный, прославленный Христос представляет себя церкви, вот он всегда это делает, ну, в терминах или в словах, о которых уже говорилось в первой главе. То есть вот что-то о нем уже было сказано в первой главе, и всякий раз, когда Христос представляет себя церкви, он делает это вот именно в тех терминах, о которых уже известны с первой главы. Вот в этом послании есть исключение. Вот Христос представляет себя совсем не в тех терминах, которых можно прочитать в первой главе. А вот знаете, откуда берется вот эта вот ссылка? А ссылка, она приходит из Ветхого Завета. Я думаю, это одна из вот таких вот больших вот помощей в понимании книги Откровения, да, братья и сестры. Вот чтобы понять книгу Откровения, нужно очень хорошо знать Ветхий Завет. Если вот мы с вами достаточно хорошо не знаем Ветхий Завет, братья и сестры, вряд ли мы с вами сможем понять, что написано в книге Откровения. Вот ссылка следующая, друзья. Это книга пророка Исаии, 22 глава, 23 стих. Мы к этому стиху с вами вернемся. То есть Христос вот берет свое, вот описание Христа приходит из книги пророка Исаии, пророка Исаии, и это вот первое исключение. Вот это вот создает это различие со всеми остальными. А второе большое исключение или отличие, ну, состоит в том, что вот послание к церкви Филадельфии единственное из посланий, в котором нет обличения церкви. То есть в этом послании вы не услышите, вот мы с вами сегодня представляем себя вот в зале этой церкви, да, вот сегодня обличение от Господа мы с вами не слышим. Вот эта церковь не услышала обличения от Господа. Христос дает церкви вот только ободрение. Ну и совсем немного о самом городе. Город был молодой, и вот по сравнению с другими городами, в которых находились церкви, вот церковь Филадельфии, простите, город Филадельфия, он был очень-очень молодой, был основан одним из царей Пергамы, это знаменитые цари. Царя, который основал этот город, ну, было прозвище. У него было прозвище, его называли Филадельфом. А Филадельф – это вот греческое слово, которое означает «тот, кто любит своего брата». Вот у царя, который основал этот город, был старший брат, которого очень-очень сильно любил. Даже ему дали вот такое прозвище – Атал Филадельф. То есть это был человек, который сильно любил своего брата. И именно поэтому в честь вот этого царя был назван город Филадельфия. А также вот историки, вот древние историки, они говорят, называют этот город, город полный постоянных землетрясений. То есть в этом городе часто были землетрясения, происходили часто, и заставляли эти землетрясения многих жителей, ну, покинуть город в поисках более безопасного места. И вот представьте, что после одного из таких землетрясений город был почти полностью разрушен. Вот с помощью вот субсидий государственных, субсидий, а в Филадельфии она была восстановлена. И вот именно тогда, после восстановления, после землетрясения, появилась христианская община, община верующих христиан. А еще говорят о том, что вот древняя Филадельфия, она была одним из важнейших городов на торговом пути. То есть это был большой и важный город. И в истории его даже называли воротами Востока. А вот что можно сказать о церкви этого города? Нас с вами интересует, конечно, больше и церковь этого города. А вот церковь города Филадельфия, она сильно отличалась, вот, к примеру, от предыдущей церкви, церкви в городе Сардис. Это два города, которые находились рядом, совсем недалеко, ну, по нашим меркам, может быть, стоит Калыч и Алтуна. Вот так вот близко находились эти два города, около 40 миль. Церковь Сардиси была большой. Церковь Сардиси была богатой. В Филадельфии церковь была маленькой и церковь была бедной. То есть вот представьте себе, вот такое небольшое расстояние, две церкви. Одна большая и богатая, а другая маленькая и очень бедная. А в городе Филадельфия верующих притесняли, притесняли, как горожане-язычники, и особое притеснение было от местной синагоги. Но вот члены этой церкви, маленькой, бедной церкви, они не сошли с христианского пути. Это немножко о церкви. Итак, церковь не производила впечатления на окружающий мир. Она была слабой, была незначительной, небогатой или влиятельной в человеческом понимании. И вот Христос обращается к этой церкви и говорит следующее, восьмой стих. Ты немного имеешь силы, сохранил слово мое и не отрекся от имени моего. Вы знаете, вот как и в любом другом послании или в каждом другом послании, вот в послании к церкви Филадельфия есть несколько жизненно важных вещей вот именно для самой церкви. Но давайте опять слушать это вот слухом людей, которые жили в этом городе. А церковь находилась в значительном месте, в городе, который привлекал внимание многих людей. Однако вот сама церковь в этом городе, она была небольшой, безусловно, слабой. И во многих смыслах, друзья, они могли чувствовать себя, ну, незначительными, конечно, из-за своего размера. А может быть, даже из-за состава вот членов церкви. Может быть, там не было хороших проповедников, может быть, там не было певцов, может быть, там не было хора или чего-то, друзья. То есть вот они могли чувствовать себя слабыми, неэффективными в древнем мире. И по этой причине, именно по этой причине, именно потому, что люди чувствовали себя неэффективными, Христос предлагает этой церкви несколько вещей. Во-первых, друзья, Он предлагает им особое откровение о Себе. И вот это вот откровение о Себе, о Сыне Божьем, оно выражается в нескольких словах. Посмотрите, друзья, 7 стих. Ангелу Филобелфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который творяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. То есть вот это вот должны были услышать они. Это особое откровение о Себе, которое Господь приготовил именно для этой церкви, для церкви в городе Филадельфия. А вы знаете, друзья, вот интересно наблюдать, как вот это вот послание, оно связано, вот послание к церкви города Филадельфия связано вот со словами пророка Исаия. Знаете почему, друзья? Потому что именно у Исаия есть любимое определение Бога, которое так часто повторяется в его книге. В книге пророка Исаии Бог часто называется святой Израилев. То есть святой Бог, друзья, это язык пророка Исаии. Это любимое описание Бога, святой Бог. Скорее всего, связано с его личным опытом, опыт, который он пережил в присутствии Бога. Вот так глубоко оно у него в сердце осталось, что Бог, которому мы служим, Бог, которого мы с вами знаем, да это святой Бог. И вот здесь Христос вот показывает себя во всех смыслах, в своей личности великим и святым Богом, вот Богом Ветхого Завета. Таким образом, Христос пишет вот церкви Филадельфия, пишет послание и берет одно из величайших имен Бога Ветхом Завете и применяет это имя к себе. Он святой Бог, святой Израилев. А слово, которое сопровождает титул святой, друзья, это истинный, он святой и истинный, ну или абсолютно надежный и заслуживающий доверия. Вот теперь вы можете понять, почему. Вот почему вот это вот послание, оно соответствует нуждам вот этой вот конкретной церкви, церкви слабой, маленькой и неэффективной. Христос открывает себя подходящим образом для нужд своего народа. Вот, знаете, друзья, это удивительная вещь, это по-настоящему удивительная вещь, которую Господь Христос постоянно делает с нами, со своим народом. Знаете, друзья, Он понимает наши нужды, Он знает наши ограничения, Он видит наше состояние. Вот в этих посланиях книги Откровения, друзья, снова и снова Он повторяет верующим. Я знаю твои дела, я знаю, где вы живете, я знаю, что происходит в вашей жизни. И вот здесь Он говорит, я знаю твои дела, я святой, я Господь посреди своего народа, я истинный, абсолютно надежный, абсолютно верный. То есть Христос открывает себя в подходящем смысле для нужд своих детей. Я думаю, друзья, это по-настоящему замечательная вещь, которую можно найти, когда вы читаете Священное Писание или когда вы посещаете богослужения и слушаете проповеди, друзья. Вот так часто Бог приходит и проявляет себя в подходящем смысле для нужд своих детей в определенное время, в определенном месте. Именно по этой причине, друзья, мы постоянно находим людей, которые говорят, что Слово Божье, оно живо. Слово Божье, оно действенно, когда оно проповедуется. Может быть, вы часто, не часто, но бываете свидетелями того, что когда вы на богослужении, как будто Бог обращается именно к вам. Как будто никого больше нет вот в церкви, в здании, дом молитвы. И Господь говорит именно, именно к вам, говорит к вашему состоянию. Итак, Христос обращается к церкви в Филадельфии, я есть им святой. И далее он описывает себя вот в этом выражении, которое на самом деле является опять стихом, взятым прямо из книги пророка Исаии. Вот давайте теперь откроем книгу пророка Исаии, 22 глава, с 20 стиха до 22. Прочитай, немножко расскажу о контексте. Книга пророка Исаии, 22 глава, с 20 стиха. То есть вот откуда взята эта ссылка о ключе дома Давидова, друзья, из книги пророка Исаии. Ну, в контексте событий Исаия, говорит о двух царедворцах, или говорит о двух управляющих дворцом. А имеется в виду дворец царя Исекия. То есть помните эту историю, друзья, о Исекии, Исаии, царь ассирийский. То есть это вот именно та история, которая всплывает вот здесь. Итак, два управляющих царского дома Исекии, Севна и Илиаким. И, друзья, вот в этом контексте, в контексте 22 главы, один сменяет другого. То есть Илиаким сменяет Севну. Ну, между прочим, царедворец, друзья, очень высокая влиятельная должность, которая могла включать в себя даже власть над постоянной армией. И вот именно Илиакима, Исекия, выбирают управляющим своего царства. Илиакиму дается ключ от дома Давидова, от дворца, в котором живет царь. А для чего? Для того, чтобы он и только он мог контролировать вход в этот дворец. Язык Исаии используется для того, чтобы показать Христа, как избранного Мессию, сына Давидова, обладающего полной и абсолютной властью. Вот для чего используется язык книги пророка Исаии. Христос контролирует вход в Царство Небесное. И значение ключа в древнем мире, друзья, ну, как и в современном, оно похоже. Это контроль над входом. То есть он контролирует вход куда-то. Вот для чего нужен был ключ. И здесь Христос, Мессия, сын Давидов, он принимает этот контроль, принимает полный контроль над входом в Царство Небесное. А вы знаете, друзья, вот смысл этого в том, что вот как в книге пророка Исаии, Елиаким, он заменяет ненадежного царедворца Севны. То есть Елиаким заменяет ненадежного управляющего. То есть Христос представляет себя как святого, верного, истинного, в отличие, вот к примеру, я там тоже скажу, от старейшин синагоги. От синагоги, которая так сильно гнала христиан в городе Филадельфия. То есть они оказались обманщиками. Люди, которые представляли вот религию Ветхого Завета, представляли Бога Ветхого Завета, они оказались обманщиками. А Христос говорит, вот теперь эта слава, эта власть, она принадлежит мне. Я открываю вход в Царство Небесное. Они вот эти люди, которые оказались обманщиками. Итак, перед нами картина возвышенного Христа, как того, кому дан ключ Давида с полной властью. Прежде всего, друзья, вот важно понимать, что власть или ключ, он касается власти, вот для входа в Царство Небесное. Это первое значение открытой двери. Когда Христос говорит, что Он открывает, и никто не может затворить. И то, что Он затворяет, никто не может отворить. То есть самая первичная и важная ссылка, друзья, относится к Небесному Царству. И поэтому только Христос, друзья, открывает и затворяет Его. И можно сказать, друзья, что в Его руках ключ спасения для человека. Дверь Царства Божьего, она управляется Христом. Я думаю, это очень важно для вот этих вот, ну, немногочисленных членов церкви в городе Коринфе. А простите, Филадельфия. Ключ, открывающий дверь Царства Небесного. Знаете, друзья, в чем важно? Вот потому что ключ, он не является чем-то рукотворным. То есть это маленькая церковь, где мало было какой-то организации, где было мало денег, друзья, где было мало каких-то способностей. И вот они понимают, что вот ключ в Царство Небесное, друзья, это не то, что сделает руки человек. Это не то, что сделает мудрость человека. Это не сила количества церкви, друзья. Это не сила государства, которое будет покрывать церковь, друзья. Это власть, которой наделен Господь Иисус Христос и только Он. И именно у Него есть ключ к Царству Небесному. Друзья, вот послушайте еще одну вот такую вот иллюстрацию. Или послушайте это вот слухам членов церкви, для которых была закрыта синагога. То есть для вас была закрыта синагога, вас, может быть, изгнали из... Простите. Из этой синагоги кого-то отлучили синагоги. И вот получается, что вот миссионерское рвение этой церкви, оно отталкивалось на противодействие. Источником этого сопротивления, по-видимому, было вот это вот иудейское население города Филадельфия, которое отвергало претензии христиан на то, что они являются вот духовным Израилем. Вот девятый стих. Вот я сделаю что из сатанинского сборища. Из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но несут таковы алгут. Вот я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Вот немножко сложный язык, если мы читаем с вами по-русски. Если посмотрите по-английски, друзья, немножко помогает нам английский язык. А что значит сатанинское сборище, друзья? То есть один из вариантов перевода, друзья, это синагога сатаны. А не говорится ввиду о каком-то сатанинском обществе, друзья. Имеется ввиду синагога, еврейская синагога, простая еврейская синагога, которая получает вот это вот название, это сатанинская синагога. Ну, не нужно думать, что вот апостол Иоанн был антисемитом, друзья, или выступал против евреев. Он сам был иудеем, он сам был евреем. То есть в каком смысле вот такая связь с сатаной? А в том смысле, что это люди, которые противились Евангелию. То есть если вы противитесь Евангелию, друзья, это связь с сатаной. Вот Иоанн это очень ясно подчеркивает в книге Откровения. Вот именно поэтому сборище сатанинское, или именно поэтому синагога сатаны, а потому что люди противились Евангелию. Друзья, вполне возможно, что вот эти официальные власти синагоги официально отлучили на то время всех людей, которые стали христианами, иудеев, которые стали христианами. То есть вполне возможно, была какая-то влиятельность синагога, может быть, они как-то были связаны с финансовой жизнью города, с какими-то бизнесами или с чем-то, друзья. То есть какое-то они оказывали влияние в городе. И может быть, и даже на язычников распространялась эта вот печать, которая распространяла вот эта вот синагога. А вы знаете, друзья, вот вспомните слова Господа, когда вот Он учил своих апостолов, Он предсказал, да, вас изгонят из синагог. Может быть, им как-то странно это звучалось, да, но как, Господи, нас могут изгонять из синагог? Друзья, но это происходило, и вот уже первый век, конец первого века, друзья, это происходило буквально. Однако Христос, вот обращаясь к этой церкви, говорит, что я поставил перед вами открытую дверь. И эту дверь никто не закроет. Мы с вами еще говорим о двери спасения. Вы видите, друзья, как это могло ободрить верующих, ну, евреев, христиан, изгнанных из синагоги и презираемых теми, которые называют себя иудеями. То есть Царство Божие, говорит, открыто для вас. Даже вот то, что вас изгнали из синагоги, Царство Божие открыто для вас, и никто не закроет эту дверь. Однако, друзья, вот открытая дверь – это еще дверь возможностей, друзья, да, это дверь возможностей, это дверь спасения и дверь служения. Я уверен, что вот значение лежит и во второстепенном смысле, то есть есть еще второстепенный смысл, второстепенное значение. То есть, смотрите, я поставил перед вами открытую дверь, которую никто не может затворить. Я знаю, что у вас мало сил, но перед вами открыта дверь. Дверь возможностей служения возвышенному Христу. Но давайте вспомним, друзья, вот эта вот идея открытой двери, как возможности служения, она проходит практически через весь Новый Завет. Книга «Деяния апостолов» Павел и Варнава возвращаются после первого миссионерского путешествия. Они возвращаются в церковь, которая послала их в это путешествие, церковь в город Антиохия. Они рассказывают о том, что Бог сделал, и вот говорят, что рассказали все, что Бог сотворил с ними, и как Он открыл дверь веры язычникам. То есть, это особый язык, миссионерский язык, друзья, мы понимаем, да? И вот и Павел пользовался этим языком, да? Открыл дверь веры язычникам. Это очень интересно, да? То есть, они говорят, Бог здесь. А каким образом? Как можем знать, что Бог здесь, да? Он открыл дверь язычникам. Они возвращаются в церковь, говорят, язычники вливаются в церковь. Что произошло, братья? Бог открыл дверь веры язычникам. Ну, точно так же, когда Павел сообщает вот в первом послании Коринфянам о служении, которое ему предстоит, он говорит похожим образом. В Ефесе пробуду до дня Пятидесятницы, ибо для меня открыта великая широкая дверь. Это миссионерский язык, друзья, открытая дверь. Дверь для возможности нести служение. В втором послании Коринфянам Павел повторяет это и говорит, придя в Труаду для благословения Христе, хотя мне отверстие была дверь Господа, я не имел покоя духу моему. То есть, дверь, открытая дверь – это миссионерский язык, имеется в виду дверь для служения. Это то, что происходит в служении евангелизации. Бог ставит открытую дверь. А это не просто случай, ну, когда мы говорим, ну, вот прекрасная возможность, Бог открывает дверь. Это, друзья, нечто глубокое духовное. Знаете, почему реально? Потому что Бог открывает дверь веры, чтобы люди могли верить. Бог открывает дверь для послания, которое войдет в сердце человека. То есть, дверь в сердце человека, она открыта. Ну, вот опять послушайте это слухом членов церкви города Филадельфии. Это было важно для них, они слабы, они чувствуют себя бедными, нуждающимися, неэффективными. И Бог говорит им, возвышенный Христос говорит, я тот, кто открывает двери. Я открыл двери возможностей в обстоятельствах, которые действительно имеют место. Я думаю, многие из нас переживают реально с того, что Бог открывает для нас дверь. И мы находим ее перед собой в определенном месте. И Бог делает гораздо больше, чем открывает дверь. Он открывает дверь веры. Он открывает дверь для послания вот этого Евангелия. Итак, в самом начале есть откровение Христа как святого и истинного. Того, кто имеет ключ Давида, он открывает, и никто не может затворить. Он затворяет, и никто не может отворить. То есть это Господь спасения и Господь церкви во всей сфере нашего служения Ему. Ну вот маленькая мысль такая, друзья, как отступление. Каким бы ни было время, вот в чем всегда нуждается церковь? В чем всегда нуждается церковь? Именно в таком понимании Господа. Вот именно вот в таком, чтобы вот так вот увидеть Господа, как Он предстал в церкви города Филадельфия. И, друзья, то есть не настолько важна организация в церкви, не настолько важны деньги в церкви или особенные люди в церкви. Вот первое и основное, в чем они нуждаются, так это вот такое вот понимание Господа Иисуса Христа, святого, истинного, кто открывает дверь и ставит перед нами открытую дверь, которую никто не может затворить. Однако это не все, что Господь говорит церкви. Он дает им откровение и о них самих, о них самих, вот в этой церкви Господа Иисуса Христа. И вот расскажу об этом времени, которое осталось, несколько слов. Есть опять несколько принципов, которые должны быть усвоены церковью Иисуса Христа в любом месте, в любом мире, не только в Филадельфии, но и в наше время. А первое, друзья, сила церкви Христа никогда не должна измеряться человеческими понятиями. Вот сегодня сделать это очень сложно. Вот сила церкви Христа никогда не должна измеряться человеческими понятиями. Сила церкви, друзья, еще раз повторю, простите, никогда не измеряется человеческими понятиями. Вот знаете, почему Христос говорит? Я знаю, что у вас мало силы. То есть в мирских глазах, в человеческой оценке вы ничтожны. У вас нет силы, и вы никто. Но сила церкви, друзья, если она не измеряется человеческими понятиями, сегодня это очень легко сделать, и это постоянно делается сегодня. Есть очень сильная церковь, и мы говорим, вот что мы имеем в виду сильная церковь? Мы имеем в виду, что там масса людей. Да, друзья, я уже говорил о том, что, к сожалению, существуют большие церкви, сильные в глазах мира, но отчаянно слабые в глазах Бога. То есть, возможно, существует искусственная организация всех видов. Люди могут сделать организацию очень сильной, но Бог измеряет церковь. Не так. А как же Он измеряет церковь? Ну вот, посмотрите, восьмой стих. «Сохранил слово мое, не отрекся имени моего». Вот это Божье измерение. Вот это вот Божья мерка. «Вы сохранили слово мое, не отреклись от имени моего». Вот это вот оно слово, которое охватывает все эти его понятия – это верность. Верность истине – это первое. Второе – это верность Господу. Ну, вспомните, пожалуйста, апостола Петра, который вот так отрекся от Господа. А Христос говорит «сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Итак, верность слову, верность Господу – это две вещи, которые являются божественным мерилом силы церкви. Знаете, друзья, может быть, когда есть множество людей, есть куча денег, высокой организации, все остальное, о чем только можно мечтать. А вот слово Божье иногда, оказывается, не имеет значения. И авторитет Слова Божьего в этой церкви очень-очень слаб. И в этом смысле слаба, и уже показывает признаки умирания, а именно церковь в божественном измерении. Каким бы ни было мирское измерение, сила церкви не должна измеряться в человеческих терминах. Следующее, друзья. Вот эффективность церкви – это тоже, мне кажется, как-то сегодня нужно услышать. В итоге зависит от того, действует ли в церкви и через нее Божья сила. Вот в чем эффективность церкви. Зависит от того, действует ли в ней или через нее Божья сила. Вот 7-8 стих – ты немного имеешь силы. То есть ты немного имеешь силы, а вот действует именно Божья сила. Как дополнительную иллюстрацию, иллюстрацию вот этого принципа, друзья, давайте вспомним церковь города Коринф. Я думаю, вот в составе, по составу, может быть, она была похожа на церковь города Филадельфия. Я процитирую стих, вы вспомните его, друзья. Посмотрите, братья, кто вы призванный. А помните, как Павел писал это в первой главе послания к Коринфянам? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных и немного благородных. То есть очень похожие две церкви – Филадельфия и Коринф. То есть Павел говорит, подумайте, кем вы были, когда Бог призвал вас. Немногие были мудрыми по человеческим меркам, немногие были влиятельными, немногие были благородного происхождения. То есть вы не были выдающейся группой людей, вот когда Бог нашел вас. А вот что он говорит, немногие из вас мудры, благородного происхождения. Помните, кем вы были. Дальше Павел говорит, что Бог избрал немудрое миро, чтобы пострамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы пострамить сильное. Друзья, очень великий вопрос, ну почему же, Боже, ты так делаешь? Почему так поступает Бог? Почему Бог избирает ничтожных, слабых и так далее? Вы знаете, Он делает это не потому, что Он как-то превозносится над глупостью. Он делает это не потому, что особенно благоволит к обычным людям. Друзья, вы знаете, почему Он это делает? Он делает это потому, что ищет одного и только одного. Бог ищет людей, которые не попытаются лишить Его славы. Друзья, Бог ищет людей, которые не попытаются лишить Его славы. Откуда я это знаю? Из первого послания к Коринфянам, 1 глава, 29 стих. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Друзья, о чем беспокоится Бог в церкви? Что Его интересует и где успех в церкви? Друзья, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Нет, друзья, я не говорю о том, что успех не имеет значения или организация не имеет значения. Но вот цель и задача церкви, друзья, не успех. Цель и задача Бога – это не успех. Его цель и задача – это Его собственная слава. То есть Бог хочет иметь народ, который станет храмом и местом обитания для Его собственной великой славы. Вот почему, друзья, Бог с удовольствием пользуется слабыми, берет их, презренных мира этого, чтобы излучать свою славу в своей церкви. И вот когда люди увидят такую славу Божью в действии, они не перепутают ее ни с чем. Согласитесь, друзья? Когда вот такую вот славу Божью люди увидят в церкви, они не скажут, что это сделано руками человека. Это то, что может делать Бог. Следующее, друзья, что Господь говорит о церкви – с врагами церкви Христовой можно бороться только духовным оружием. Вот с врагами церкви Христовой можно бороться только духовным оружием. Вот я сделаю, что из сборища сатанинского, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, алгут, я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Друзья, вот эти вот те самые люди, которые вот вас изгнали из синагоги. Ну, может, что-то у вас осталось в сердце, да, вот по отношению к этим людям. Смотрите, какой интересный язык Господа, да. Изгнали Божий народ. Эти враги Евангелия, да, вот как с ними следует поступить? Как с ними следует поступать вот именно сейчас? Христос говорит – вот это сделаю я. А что сделает Господь, друзья? Это тоже очень интересно. Это девятый стих. Они, иудеи, придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Да, друзья, вот давайте послушаем. Это невероятная вещь. Библейским языком это невероятная вещь, друзья. Речь идет об иудеях, о евреях, которые придут и поклонятся язычникам. Почему это невероятная вещь? Вспомните Ветхий Завет, друзья. Все наоборот. Там язычники придут и поклонятся иудеям. Вот почему это невероятная вещь, друзья? Потому что вот в Ветхом Завете не было так. В Ветхом Завете язычники приходили и кланялись иудеям. А вот здесь обетование Господа, что Он готов коснуться ожесточенного сердца. И Он хочет коснуться ожесточенных сердец людей, которые вас изгнали. И вот они придут, говорит, иудеи придут и поклонятся пред ногами твоими. То есть Бог хочет коснуться людей, которые противятся Евангелию. Ну вот представьте себе, что это значит для тех, кто находится во враждебном окружении, где кажется, что все направлено против Евангелия, все направлено вот против именно Церкви, где имя Христа попирается. А Господь говорит, я тот, кто сможет справиться с противниками Евангелия. Я могу привести их туда, где они склонятся и скажут, что я возлюбил тебя. Поэтому, друзья, силу Церкви нельзя мерить человеческими термины. Эффективность Церкви в итоге зависит от того, действует ли среди них Божья сила. И с врагами Церкви Христовой можно справиться только духовным оружием. И дальше. Стойкость верующих в испытаниях сопровождается сохранением Церкви в конечном великом испытании. Вот в 10 стих. «Так как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». То есть вы исполнили мое повеление терпеливо переносить испытания. Друзья, с терпением проходили предлежащее вам поприще, и теперь Господь дает обетование. «Я сохраню вас от часа испытания, который придет на весь мир, чтобы испытать живущих на земле». Ну, друзья, вот опять библейским языком, вот Библия говорит о том, что на протяжении всей нашей христианской жизни нам предстоит переживать скорби. То есть мы переживаем испытания, как верующие люди, в нашей с вами жизни. Но вот Священное Писание говорит об особом части испытаний, об особых испытаниях, которые придут на всей земле. Ну, мы это говорим «великая скорбь» или вот библейское время, время тяжкое, друзья, как говорит Библия, скорбь, которая не была от начала творения. А вот что бы мы с вами ни думали об этом, вот о великой скорби, вот это относится ко всем возможным вариантам гонения испытаний. Вот Превознесенный Христос говорит, что видя вот этих вот нуждающихся слабых в городе Филадельфии, людей, которые сохранили слово терпения моего, Он говорит «Я сохраню вас от часа испытания, который придет на всю этот мир, на весь этот мир». Знаете, что я хочу сказать, друзья, вот по отношению вообще вот то, что говорит Библия о великой скорби, у нас есть мнения, они разные, да? А вот, ну, что бы вы ни думали, друзья, иногда вот этот библейский текст, он как-то берется и говорит, что Господь сохранит вот церковь от великой скорби. Ну, вот я читал о том, что люди, которые знают вот этот библейский перевод, библейский язык, они говорят, ну, этот текст не подходит сюда. Потому что, в принципе, читая язык оригинала, можно прочитать двояко. «Сохраню тебя от испытания». Да, Господь дает такое обетование. Вполне возможно, друзья, Господь говорит «Сохраню тебя во время испытаний». То есть, понимаете, два разных понятия «Сохраню тебя от испытания» или «Сохраню тебя во время испытаний». Вот что слышали наши братья и сестры. «Сохраню тебя во время испытаний». Ну, знаете, вот у меня появилось такое убеждение, может быть, оно еще, не знаю, сырое, не сырое. Вот мое убеждение состоит в том, что есть общее учение Писания, которое говорит, что вот это вот испытание, великая скорбь, которое предшествует возвращению Христа, Оно является испытанием, которое переживет весь мир. Я почему-то верю, друзья, что верующие будут сохранены в этом испытании, в том смысле, в котором сам Господь помолился. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы в мире сохранил их от зла. Я думаю, друзья, это то, что Господь обещает верующим из церкви города Филадельфия. Он обещает сохранить свой народ от зла. Обещает сохранить свой народ, каким бы ни было испытанием. А вероятно, они боялись. Они боялись, они переживали, смотрели в будущее, видели возможность каких-то ужасных гонений. И Господь говорит вам, я сохраню вас. Я сохраню вас. Друзья, во все дни нашего паломничества не дремлет и не спит хранящий Израиля. И заключение последних стихов. Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя города Бога моего. Новый Иерусалим и нисходящего с неба. От Бога моего. И имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Ну, друзья, послушайте. Он говорит о том, что Он грядет скоро. То есть Он очень скоро придет. И это опять слышат люди, которые переживают какие-то испытания. То есть или они ожидают возможности испытаний. Господь говорит, что Он у дверей. И вот это Его обетование, друзья, не обетование, а повеление. Держи, что имеешь. Ну, держи оборону до моего пришествия. Не сдавайся. Держи оборону до моего пришествия. А Он уже подает какие-то знаки, друзья. И вот опять Господь напоминает нам, друзья, вот эти вот намеки. Вспомните Священное Писание. Он как бы говорит, ну, вспомните Якова и Сава. Вспомните Рувима и Иуду. Вспомните Саула и Давида. То есть есть возможность потерять свой венец. Есть возможность потерять вот свой венец. То есть высокая привилегия. Она отнимается и передается другому, когда кто-то не справляется со своей задачей. Последнее, что обращу ваше внимание, друзья, вот имени Бога, о котором Господь говорит, я напишу на нем имя Бога моего. Но давайте вспомним Ветхий Завет. Помните одежду первосвященника? Она вот такая сложная, нам кажется, да, друзья? Но там были камни, на которых были выгравированы имена колен Израиля. Помните, да? То есть в Ветхом Завете, друзья, имена людей были написаны на Боге. Хорошо? Посмотрите Новый Завет, как лично, друзья, как близко. А вот теперь мое имя будет написано на тебе. Представляете? Мое имя будет написано на тебе. И не то, что вот наше имя написано вот на сердце Бога, друзья, но имя Бога написано на мне. Я думаю, это великое-великое, величественное обетование вот этим вот людям церкви. Я буду иметь имя мое, написанное на тебе. То есть он запечатлевает нас своим именем. Друзья, это говорит о том, что мы принадлежим Господу. Имя Бога, имя города Иерусалима, сошедшего с небес. То есть все это запечатлено в самом нашем существе. И в этом наша с вами безопасность, друзья. И в этом была безопасность людей, которым говорил Господь, вот это вот обетование. То есть мое имя написано на вас. Написано в вас. Друзья, пусть Бог благословит нас этими мыслями. Мы обратимся к Богу в молитве. Поблагодарим его за благословение. Аминь. Аминь.